Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Евгений. Я Алла Панюта. Вот и начинается наше новое путешествие, наша заграничная поездка. Мы с Аллой захотели продлить лето, а то что-то похолодало. Вот Алла стоит уже и тут трусится-трусится, как вы уже поняли с названия видео. Мы отправляемся в Египет, прибыли уже в аэропорт Борисполь и сейчас пойдем проходить все процедуры. А в случае Аллы просто греться. Let's go! По факту на рейс мы уже зарегистрированы, осталось только сдать багаж. Ну и, в принципе, перед посадкой всегда проверяют ПЦР-тесты. В общем, стоим в очереди. Да, бумажки у нас все есть. Кстати, при уходе в аэропорт у вас проверяют билеты. Паспорта никто не проверял. Чисто смотрят, чтобы вы куда-то летели. Тогда вас запустят в аэропорт. И что? Масочный режим. Все, как всегда. Эпоха ковида. Ну что, ребята, сдали мы уже багаж, получили наши посадочные талоны. И давайте скажу, какие вообще документы нужны для вылета конкретно в Египет. Это, конечно же, паспорт. Не забываем с собой брать паспорт. Дальше, конечно же, билеты. Страховка. Ваучер в гостиницу, в которую вы летите. Декларейшн форм, в котором... Это такой бланк, где вы заполните, что вы нигде не были, ни с кем не контактировали. И вообще ваша контактная информация. И еще нужны, как вы уже поняли, либо ПЦР-тесты, или же на стойке регистрации. Нас еще спросили, возможно, у нас есть сертификат вакцинации. Но, как я знаю, Египет наши сертификаты не принимает. Вроде как они требуют QR-код на этих сертификатах, а у нас его не выдают. А вообще мы с Аллой еще не вакцинированы, потому что конкретно я переболел относительно недавно коронавирусом. И своих антител у меня еще предостаточно. В общем, вот такой перечень документов. Идем сейчас на паспортный контроль. Пройдем все процедуры и включимся уже в дьюти-фри. Итак, друзья, прошли мы уже все процедуры. А значит, можно временно снять маску. Поскольку, как видите, за моей спиной абсолютно никого нет. Мы с Аллой нашли такой укромный уголок, чтобы никому не мешать. Кстати, сразу же после паспортного контроля мы заскочили в дьюти-фри. Взяли себе яблочный сок. А поскольку мы летим больше, чем на 7 ночей, пришлось брать двойную порцию. Если вы вдруг забыли, или для новых зрителей скажу, что под яблочным соком я имею ввиду яблочный виски. Но тема этого выпуска не дьюти-фри, не виски, а конечно же отдых в Египте. И вы, возможно, сейчас напишите в комментариях, ну камон, и вы ломанулись. Все отдыхают, и вы туда же. Вот именно, все отдыхают, а я шо лысый? Я тоже хочу погреться на солнышке и продлить себе лето. Хотя за лысиной у меня чуточку есть, но говорят, что это признак мудрости. Не знаю. Но давайте поговорим уже о самой поездке в Египет. Итак, в этот раз у нас немножко нестандартная поездка конкретно для нас с Аллой, потому что мы летим отдыхать не в один отель, не в два отеля и даже не в три отеля. Количество отелей можете предположить в комментариях и попробуйте угадать, где мы будем отдыхать. И я вам скажу, что план вроде бы классный, но немножко напряжный. Потому что, я думаю, у вас тоже иногда приходила такая мысль, а давай-ка я полечу куда-то отдыхать и буду жить в нескольких отелях. И я думаю, вам ваш турагент говорил, что не надо, отдыхай в одном отеле, потому что эта процедура немножко сложная. Так вот, ребята, вам турагент не врал, это реально немножко напряжно. А в нашем случае так это чуть ли не фатальная ошибка была, потому что мы искали себе ближайший вылет. И вот это какая-то нервозность прям. По секрету всему свету, мы должны были вылетать еще вчера вечером, но у нас в последний момент все отменилось, потому что сейчас нашествие туристов в Египте и нам просто не подтверждали брони отелей, даже не то что отель, а отелей. И вот как-то скомпоновать энное количество гостиниц плюс вылет на рейс, это реально сложно. И мы сегодня, за сколько часов до вылета мы оплатили тур? Часиков за 8, наверное. Ну где-то так, просто такая ситуация. Спасибо Лидии, вот можете обращаться, ссылку оставлю тоже там в описании. Она нам помогла и наконец-то мы уже сегодня вылетаем. И хочу еще сказать, что вы знаете, казалось бы, мы, ну мы в принципе летим в такие, не знаю, сильно ли они популярные, но поскольку нам не подтверждали бронь, они сейчас, они сейчас популярные отели. И это можно сказать бюджетные отели, там четверки, даже пятерка есть. И казалось бы, бюджетные отели, но че-то тур по денежкам не очень-то и бюджетный. Это, наверное, тоже относится к тому, что мы постоянно будем менять место дислокации. Че скрывать, мы за 14 ночей заплатили 1660 долларов. В общем, впереди вас ждут очень и очень насыщенные видосики. Для нас очень классный отдых. И я думаю, пора нам уже перемещаться поближе к нашему гейту, потому что вылет минут через 40, и я думаю, там уже понемножку начинают собираться люди, чтобы идти на посадку. Хотя на посадку мы все равно пойдем в последних рядах, потому что мы не любим стоять в очередях. Как вы уже поняли, у нас ночной перелет. Это видно не только потому, что мы садились в самолет ночью, но и в самолете что-то темно, потому что выключили свет, и это наша индивидуальная подсветка. Короче, летим в этот раз мы авиаперевозчиком SkyUp. Мы не летали этой авиакомпанией, наверное, года два. И вот у меня в памяти что-то осталось, что SkyUp вечно задерживает рейсы, то в этот раз прям мы даже раньше графика вылетели минут на пять, и нам сказали, что мы еще и раньше прилетим в сам Египет на 20 минут раньше. Хорошо. И, кстати, самолет полностью не заполнен. Вот здесь темное место, потому что нет пассажира на месте Си. Короче, самолет не полностью полон, но в Египте почему-то отдыхающих много. Значит, в других странах не только Украина отдыхает. Ну что, будем лететь. Надеюсь, удастся немножко поспать. Увидимся уже в Хургаде. Наконец-то мы уже прилетели сразу после выхода с самолета. У нас проверили ПЦР-тесты. Кстати, многие показывали сертификаты вакцинации. Так что все-таки работает штука, но надо уточнять. Как я уже говорил, у нас их нет. И дальше следующая рамка, я так понимаю, это точка автоматического измерения температуры. Так, ребята, Хургада, это вам не Шарм-эль-Шейх. Здесь обязательно нужно приобретать визу. Выглядит она вот так и стоит 25 долларов. Не 26, не 27, не 30. Просто вас могут еще до этой точки встретить гиды от туроператора и предложить чуть дороже. Но не ведитесь. Идите вот к таким кабинкам. 25 баксов и все. Можно дальше идти к пограничникам. Миграционная карта у нас заполнена. Лидия нам ее выслала. Все, идем дальше. Что-то мы паспортный контроль прошли быстрее, нежели нам вывезли наш багаж. Вот все ленты. Они все стоят. Багаж еще никто не вывозит. Ждем. А уже охота как-то пройти вот там последний контроль и купить уже сим-карту. А то в аэропорту вай-фай как бы есть. Я к нему подключился, но что-то интернета нет. У тебя есть? Зато подключение есть. Видимость. Видимость вай-фая. Все, мы купили уже сим-карты. О них расскажу чуточку попозже, в чем там прикол. А сейчас мы идем на трансфер, но не на общий. А мы себе заказали уже по привычке на сайте империя туризма 24 и индивидуальный трансфер. Сейчас где-то стоит молодой человек с табличкой с моим именем. На часах сейчас полпятого утра, но уже плюс 26 градусов. Такой легенький ветерок. Комфортно, короче. Так, сейчас нужно предупредить обычного гида, что мы не едем на общем трансфере, чтобы нас никто не ждал, чтобы автобус с туристами мог отправляться. Но мы будем сами добираться, зато быстро. Вот такой микроавтобус за нами приехал. Да, нас всего лишь два человека, будем сейчас шиковать в пространстве. Но по факту, как видите, вы можете приехать двумя семьями, тремя, если вы пара. Короче, 6-8 человек без проблем в один трансфер загрузились и быстренько доехали до своего отеля. Итак, ребята, минут 10-12 в пути, и мы уже на территории отеля. Хотя, когда мы выезжали, то еще ни один автобус туристический не стартанул. Мы самые первые добрались. Хотя до... не до, а от аэропорта нам ехать километров в 10 было. Идем в отель. Я же еще вроде бы не спалил вам его название, но бывалые туристы, возможно, его уже узнали. На часах сейчас раннее утро, и по первому впечатлению кажется, что отель пустой. Кроме нас, Салой и человека на ресепшене абсолютно никого нет. Но ничего. Как только начнет завтрак, все туристы понемногу выползут из своих номеров. Итак, пока я здесь сижу и ждем нашего оформления, хотя в номер нас вряд ли заселят, но мы попробуем поинтересоваться, можно ли за денежку заселиться чуть пораньше. Так вот, по поводу интернета. Не знаю почему. Сколько мы раз отдыхаем в Египте, не помню уже, со счета сбился. У меня всегда получалось без проблем снять цены на интернет. Все без проблем давали эти бумажки, типа снимай сколько хочешь. В этот раз прям отбирали. Ну, то есть мы подошли, ознакомились с ценами, выбрали себе тарифные планы. Мы пользуемся, все поездки последние, эти салат. Так вот, а потом попросили бумажку, чтобы заснять цены. Сразу же отобрали. Нет, нельзя снимать. Типа у нас тут аэропорт, а-та-та. Но я выскажу чисто свое предположение. Дело в том, что я купил 50 гигабайт за 22 доллара. Алла купила 20 гигабайт за 13 долларов. Но это какие-то немножко завышенные цены, потому что я, как сейчас помню, за последние три поездки 55 гигабайт у эти салата стоило 19 долларов. А здесь типа на 5 гигов меньше, но на 3 бакса дороже. И у меня что-то чисто мое субъективное предположение, что вот эти ребята на стойках просто немножко завысили ценники, подзаработают, но не дают снять прайс на камеру, чтобы их потом а-та-та не сделали. И в итоге 50 гигабайт и 20 гигабайт в сумме нам обошлись в 35 баксов. Но мы же люди-блогеры, у нас это дело очень и очень быстро закончится. И мы потом будем либо пополнять, либо покупать новую симку в городе, в Хургаде, и как раз сравним цены. Мы такой видос сделали в Шарм-эль-Шейхе, интересно будет, что получится в Хургаде. И еще напоминаю, вот мой инстаграм, там самая актуальная информация. И вообще, я считаю, что не считаю на ваше рассуждение. Пора бы лайк влепить этому видосу, потому что он выйдет просто мега оперативно. Вот я сейчас с вами дообщаюсь, возьму свой мэкбук, смонтирую и буквально через пару часов вы его уже смотрите на ютубе. Так что с вас лайк, подписка, колокольчик, вот это все. И как вы поняли, впереди вас ждут очень и очень много выпусков с Египта. И вот чтобы их не пропустить, обязательно, как я уже говорил, подписываемся на канал, лайк, колокольчик и снова скоро увидимся. Всем пока!